Дамы и господа И ко мне очередные вопросы По поводу последних двух видео О Чупакабре Интересно, луч на клетку На кроликов посылается техническим аппаратом Или все же это психическая энергия Инопланетян Или это эти два процесса Взаимосвязаны Сидела после просмотра видео В ступоре, поэтому исследуй Ситуацию дальше, пожалуйста Да, скорее взаимосвязаны Их технологии подразумевают Смесь разных энергий Хотя это пока еще Мною точно И подробно не исследовано Но по моим ощущениям Что взаимосвязаны Очень Другой человек спрашивает Очень интересное видео Руслан, расскажи еще Об этих существах Кто те инопланетяне С какой планеты Измерения Кто те Кто те У вас спросить Кто вы У вас есть ответ Человек Вы можете ответить, да Но они также ответили бы Мы инопланетяне На своем языке С какой планеты Измерения Планета Вот, кстати По поводу названий Я стараюсь уходить Или не Не называть Больше планету Даже созвездие Или уменьшать Ответы на вопрос Кто, откуда Как зовут Как называется планета Потому что На нашем языке Одни названия На их языке Другие названия Но И строение вселенной С нашей стороны По одному Одни комбинации Там Созвездий А с их стороны Да по другому выглядит Поэтому я не вижу В этом смысла Потом путаться Еще У нас Сколько народов Сколько Каждый человек Каждый астроном Каждая страна Называет на своем языке По своему Поэтому Здесь только путаница Будет от этого Поэтому Когда Поэтому здесь Я не Не вижу смысла Я, кстати, и забываю Имена Как только мне Со мной кто-нибудь Знакомится Или представляется Я тут же забываю Имя Потому что Это не имеет значения По большому счету Да вообще По любому С какой целью Они выводят Новые виды Используя органы Домашних животных С земли Могут ли они Как-то навредить людям Ну Не вредят же Если люди Сами не нападают На них Защищая своих Домашних животных Конечно Они не для людей Созданы Они созданы Так С какой целью Вы вводят Новые виды Используя органы 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 Домашних животных С какой целью Вы рождаете Детей С какой целью Вы Скрещиваете То есть Сводите Кошек Собак Чтобы Ну вот Если у вас Были домашние Животные Некоторые люди Кастрируют Их Там А некоторые Продолжают Сводить Или Носит К соседям К друзьям Чтобы Дети Были Внуки Или Некоторые Разводят Породистых Собак Улучшают Породу Или совершенствуют Или Выводят Новые Породы Сколько Прекрасных Пород Собак Кошек Домашних Животных Люди Сегодняшние Люди Поновыводили И Наслаждаются Ими Вот Я думаю Для этих же целей Они делают То же самое Для помощи Себе Для красоты Ой Сколько Людей Сколько Инопланетян Столько И целей Опасно И то Что для нас Кажется Страшным Некрасивым Для них Это Предел Совершенства Или Они Могут Сюсюкаться С ними Гладить Их Холить Лелеять Мыть Чесать Потому что Что до нас До нас Просто Неизвестные Существа Непонятные Кажется Может быть Какие-то Ведь Если Вы Посмотрите Для кого-то Кошки А пушистые Являются Пределом Красоты Для кого-то Лысые Кошки Являются Пределом Красоты А для Некоторых Лысые Кошки Кажется Страшными Так вот У каждого Свои вкусы У них Свои Они Разводят Своих Помощников Которые Работают В разных Частях Тех Планет Докуда Где они Идут Свою Деятельность В Которую Входит Земля Могут ли Они Как-то Навредить Людям Нет Не Могут Только Парализовать Усыпить Разобрать На Органы И Собрать Новое Существо Это Я Шучу Ну Я Еще Не Видел Случа Ситуации Чтобы Через Чупакабр Вредили Людям Специально Или Нападали На них Специально Есть Случай Знаю Когда Люди Пытаются Защитить Своих Домашних Животных И Пытаясь Бить Или Вредить Чупакабрам Конечно Чупакабры Защищая Себя Могут Укусить Оттолкнуть Ударить То есть Они Защищают Себя От людей Но Нападают На Не на людей Поэтому На людей Я пока не знаю Случаев Нападения Или Какого-то Вреда Без того Чтоб Люди Сами Первые Не нападали На них Поэтому Если вы Не будете Нападать На Чупакабр То Вреда Вы И не Познаете В этой Жизни Вреда Себе Конкретно Вашему Телу Хотя Меня еще Спрашивали Но Вред Бизнесу Или Вред Финансовому Состоянию Когда люди Разводят Кроликов Домашних Животных Продают Их Получается Наносится А здесь Насколько Я вижу Все Проходит По Кармическим Причинам По Возвратам И как раз Да и Этот Вред Или В общем-то Они делают То же самое Что и люди Только Только Более Менее Болезненно Или Более Безболезненно Потому Что они Делают Это Более Мастерски Без Того Чтобы Жертвы Испытывала Боль Они делают Это Быстро Молниеносно И Бизнес Здесь Левской Бизнес Здесь Направляются Кстати Трогают Они Как раз Трехмерных Людей Простых Мясоедов Всеядных Людей Которых Сейчас Поп Сейчас Попробую С точки Зрения Более Высокого Я Высказать Мнение Сейчас Мое Я Говорит Что Все Случаи В Котором Страдает Ваш Бизнес Или Ваши Существа Ваши Подопечные Это Их Карма Или Это Их Если Вы В Минусе То Это Ваше Пробуждение Это Служит Вашему Человек Заигрался В Бизнес Или Замкнулся На В чем-то Одном Ограничил себя Чем-то Одним Думает Только Об одном И Такие Ситуации Как раз В такие Ситуации Позволяют Те Высшее Я Которые Организовали Всю Эту Игру Которые Стоят За Пределами Чупакабр Или Теми Кто Ими Управляет Которые Позволяют Этому Происходить Лишь Тогда Когда Человеку Человека Можно Разбудить Этим Когда Можно Когда Человек Теряет Часть Бизнеса Или Весь Бизнес У него Всех Съедает Это Человек Неизбежно Пытается Искать Причину Да Может Он Искать Виноватых Или Сидеть С ружьем То есть Половину Кур И кроликов Истребили Или Коз Оставшуюся Половину Он Все Дежурит Каждую Ночь С ружьем И Ждет Чтобы Отомстить Чтобы Неповадно Было Или Чтобы Защитить Другие Хозяйства Когда К нему Придут Или Организовывают Сюда В группы И Ищут Как раз Этого Самого Чупака Бруда Такие Случаи Есть И Даже Иногда Они Достигают Какого-то Результата Это Более Примитивный Способ Для Чего Все Это Происходит Для Для Того Что Из этого Следует Человек После Этого Начинает Понимать Что Существует Что-то За пределами Того Что Он Видел Или В чем Закрутился В бизнес Это Разведение Кроликов Стандартная Жизнь В которой Существует Только Семья Дети И Хозяйство Когда Он Ограничил Себя Этой Жизнью Десятками Жизней И Закрутился И не может Выйти Из этого Потому что Не верит Не знает А что Дальше Так вот Такие ситуации Его Пробуждают Заставляют Искать В интернете Причины Кто такие Чупакабры Почему Они так Откуда У них Столько Силы Что Вырывать Железные Сетки В клетках Прогрызают Или Ломают Деревянные Доски Тяжелейшие Плиты Или Тяжелые Предметы Которыми Накрыты Клетки Откидывают На несколько Метров Откуда Такая Силища Сверхъестественная Здесь У них Это Служит Расширение Так как Они Сами Не Не Вдохновляли Себя Не Смогли То есть Их Другие Силы Какие Не Смогли Вдохновить Разбудить Пробудить Впечатлить Заинтересовать Духовным Путем Или Самосовершенствованием Но Как раз С другой Стороны Их Подталкивают К этому Как раз Такими Ситуациями Которые Их Пугают Или Вызывают Агрессию Или Разочаровывают В бизнесе В том Что Они Делали Подталкивают К духовному Поиску Это Служит Высшим Целем Это Служит Эволюцией Или Развитию Или Обычному Самосовершенствованию Или Продолжению Жизни Выходящему За пределы За пределы Тех Колец Или Колес В которых Они Крутились Уже Несколько Жизни Подряд Поэтому Высшие Существа Или Те Кто Нас Сюда Заселили Это Тот Самый Бог Абсолют Который Позволяет Все Это Одобряет Эти Действия А Потеря Бизнеса Кстати Происходит Ровно С теми У кого Какие Долги Кто Вообще То Сам Бизнес На Порождении Или На Разводе Мясных Продуктов С Нынешними Вибрациями Уже Имеет Все Меньшее Значение Потому Что И Кстати Способы Умертления Этих Существ Кроликов Более Жестокие Ну Любых Домашних Животных На Мясо На Продажу На Съедение Более Жестокие Чем Совершают Чупакабры Потому Что У Чупакабры Насколько Я Вижу Способ Умертвления Промежуток Между Болью И Смертью Меньше Чем У Человека То Есть Страданий Вообще Я Вообще В Некоторых Случаах Смотрю Не Вообще У них Такой Способ Убийства То Что Животные Так Не успевают Испытать Боль Как-то Они Убивают Так Быстро Что То есть Их способ Убийства Тоже Для поедания Для питания Этого Животного Который Сделал бы Человек Более Гуманным Чем Делает Человек Поэтому Здесь Ситуация Еще Менее Кармическая То есть Они Спасают Человек Помогают Человеку Одуматься И Пересмотреть Свою Жизнь Все-таки Они Хищники Для них Это Нормально Хотя Здесь Так А ученые Которые Это Делают У них У них У них Свой Путь Эволюции И До Них Хотя Так Я Продолжу Читать Вопросы Могут Могут Ли Напасть Непосредственно Человека Или Под Воздействием Тех Инопланетян Я Таких Случаев Не знаю Нападение Человека Значит Нет Не Могут Ну Если Человек Не будет Подбегать К ним Убить Их Специально Как Они Нападут Но Это Естественно Если Человек Будет В них Стрелять Пытаться Навредить Убить Тем более Естественно Они будут Защищаться И Это Не Нападение Это Защита Такие Случаи Уже Известны Если Взрослый Или Ребенок Встретится С таким Существом Как Себя Вести Я могу Лишь Себя В пример Поставить Как бы Я Вел Я Пока Не Встречал Не Помню Такого Или Может Я Не Копался В Прошлых Жизнях Или У У Я В Своей Жизни Еще Физически Пока Не Встречал Но Сейчас Я Могу Предположить Как Я Себя Вел Я Бо Наблюдал Я Бо Потянулся К Мобильному Телефону Который У У меня Есть Камера Видео И Фото Камеры Я Начал Бо Включать Пытается Включить И Снимать Все Что Происходит Вот Самое Лучшее Оружие Это Фото Или Видеокамера Самое Бескармическое Так Вы Не Только Себе Карму Или Что Последствия Не Создаете Или Противодействие Или Тому Что Он Вам Навредит В Защите От В Защите От Вашего Нападения А Еще И Принесет Пользу Тем Людям Которые Посмотрят Эти Фото Тем Более Видео Мы Познаем Их Еще Более Гуманный Способ Это Начать Общаться С ним Просто Остановиться Наблюдать Как Я Сделал Я Встал На Мести Наблюдал Смотрел И Пробовал Послать Мысли Послать Чувства Приятные Вот Какие Чувства На Какие Самые Любвеобильные Чувства Вы Способны Кому Бо То Ни Было Вот Попробуйте Сгенерировать Их Проверьте Что Будет Я Знаю Как Это Работает Это Самое Мощное Оружие Любовь Называется У Большинства Людей Не Простая Любовь Какая Отдельная А глобальная Космическая Всеобъемлящая Вот О какой Любви Я Говорю Попробуйте Вы Ничего Не Потеряйте Только Приобретете И сможете Написать Может быть Сможете Поговорить С ним Кстати Есть Случай Когда Происходил Какой-то Вид Обмен С человеком Когда Человек Останавливался И Существо Останавливалось Смотрели Друг на друга И пробовали Обменяться Да Такое Уже Есть И Ничего Не Происходило Кроме Обмена Телепатического Образного Вот Этот Случай Уже Есть Кстати Можно Попробовать Поискать В интернете Вдруг Есть Уже Описание Общения С Чупакаврой То есть Не Агрессия А Любовь Телепатия Обмен Какими-то Сообщениями Или Просто Созерцание Друг Друг Созерцание В первом Втором Видео Что-то Говорил Что Там Если Вы Будете Бояться Может На Вас Напасть Один Случай Такой Известен Но Там Я Похоже Преувеличил Или Там Был Кармический Случай В общем На Какую-то Девочку Какое-то Нападение Что-то Было Потому Что Там Была Карма Очень Тяжелая У этой Девочки На Нее Должен Был Напасть Маньяк Так Вот В течение Тогда Там Какая-то Чупакабра Просто Среагировала Не только На страх А на Кармический Возврат Поэтому Что-то С девочкой Какая-то Борьба Вышла Которые Потом Взрослые Которые Потом Взрослые По-моему Подбежали И Чупакабра Убежала Один Такой Случай Где-то Есть В интернете Описанный Но Просто Девочка Попала К врачам И Там Ничего Серьезного С ней В общем-то И не было Просто Какая-то Борьба С Чупакаброй Была Так А вообще Чупакабра Не настроен На Убийство Или Что-то Сделать С человеком Она настроена Чисто Направлена На Животных Ну Те Ученые Направляют Ее На Тех Кому Им Надо Но Не На Человека Поэтому Можете Расслабиться Сейчас Видео Кончается Здесь Еще Вопросов Много Но Что-то Я думаю На Часть Вопросов Ответил Можете Расслабиться Не Бояться Ее А Остальные Может быть Если Не будет Таких Интересных Вопросов Может Быть Это Видео Последнее Хотя Можете Пробовать Задавать Может Быть Нас Людей Заинтересуют Или много Голосов Будет За Вопрос И на Этом Завершаю Видео До Следующих Встреч Пишите На Стене У меня Вконтакте Свои Вопросы На Которые Я Смотрю